Молодые педагоги только пришли в музыкальную школу имени Балакирева, но уже полны энтузиазма и желания приобщить детей к миру музыки. Станислав Калинин родом из ВЫКСы, закончил Арзамасское музыкальное училище. Несмотря на юный возраст, молодой человек решительно настроен на работу. В планах педагога преобразовать систему музыкального образования и сделать ее еще лучше. Нам надо на базе того, что нам дают и делятся своим опытом преподаватели с большим стажем, с большим опытом. Все, что мы у них возьмем, я думаю, мы будем на основе этого. Если не ломать, то перестраивать и в корне менять какую-то систему сложившуюся. Может быть, добиваться больших результатов, больших возможностей. У преподавателя теоретических дисциплин Ивана Яшенкова высшее музыкальное образование Нижегородской консерватории имени Глинки. Некоторое время Иван работал в Арзамассе. В Саровской музыкальной школе педагог хочет повышать профессиональный уровень ребят и привлекать их к участию в конкурсах и олимпиадах. Очень хочется работать с ребятами, очень хочется участвовать в различных конкурсах и олимпиадах с ребятами, поскольку по теоретическим дисциплинам, то есть по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе, множество олимпиад и всероссийских, и международных, и областных. Алена Ефремова работает в музыкальной школе имени Балакирева с 2020 года. Первый учебный год выдался для девушки волнительным и напряженным. Карантин и дистанционное обучение давали о себе знать. На этот раз педагогу хотелось бы наверстать упущенное и проводить концерты в режиме офлайн. Участие в фестивалях и конкурсах. Надеюсь, что с 2022 года нам что-то разрешат уже сделать как бы не в онлайн формате, а сделать уже концерт полноценно, чтобы собрать целый зал, чтобы люди пришли послушать своих детей, пришли послушать родителей. Сейчас детская музыкальная школа имени Балакирева проводит дополнительный набор учащихся. Получить подробную информацию о поступлении можно по телефону 9-81-91. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.